Привет, друзья! Меня зовут Чурик Тетерин. Наконец-то я отремонтировал свой велосипед и на, можно сказать, в новом, обновленном велосипеде. Я мчусь поздним вечером к своей лесной землянке, чтобы заняться прям интересными делами. А в общем по порядку? Вперед! Друзья, на днях на этой деревянной свалке я нашел для себя новый стройматериал. Сейчас его покажу и прихвачу, я думаю, с собой несколько штучек. Что это такое? Я, ну, поймете в дальнейшем, для чего это все нужно. Друзья, пришел на место. Сейчас покажу, что я прихватил такого интересного, идя сюда, на свою стройку. Ну, это уже не стройка. Стройка будет кое-чего другого. Смотрите, друзья, на свалке валяется вот такая вот доска-дранка. Толщиной где-то сантиметра нету миллиметров семь-пять разная. Она выброшена с целью ненужности. Объясню, я сам работал, знаю, что это такое. Доска, допустим, толщиной сороковка. Когда не нужна людям, допустим, на вагон срочно отправлять, там нужна двадцатка или там тридцатка. Доски распускают на раме и это просто получаются такие остатки. И как бы они мне пригодятся. Это в постройке обшиваний. В чего-либо они тоньше и лесят мало. Ну, соответственно, и носить их легче. Тут никого не было и это хорошо. Сегодня я должна не было фонарика. Ладно, пойдем поколотим даров маленько. Друзья, пока я тут кубатую, растопляю печку, расскажу цель прибытия сегодня сюда. Решил выбраться на утрицо, поковыряться здесь пару часиков, попостроить следующие хозпостройки, начать какие-либо. Но знаю, перед тем, как сюда прийти, допустим, у меня очень плоской сон. Мысли в голове гоняются всякие. Из-за этого воскнуть невозможно. Так что я решил вот, если и буду спать, то здесь пару часов посплю. А думаю, мне все равно не уснуть. А если я вообще не усну, то как бы больше времени для стройки. В избушке, друзья, у меня 15 градусов на данный момент. Ночи холодные. Ну и камеры говорят о том, что пора сжигать спиральку, потому, что спокойно они мне здесь посидеть не дадут. Так, друзья, по плану начать строить тихонько душ. Некоторые писали сделать лучше баню. Друзья, вот верите, нет, попрет, могу и баню сделать. Но это пока нету в планах таких. Объясняю почему. Говорили, там зимой пригодится баня лучше, чем душ зимой. Зимой душ и холодно. Я не собираюсь душ принимать зимой. И как бы ебаня мне особо здесь зимой не нужна. Душ нужен в жаркую погоду будет, допустим. Будет он простецкий сделан, вообще как 2 рубля. В моей голове он уже сформулирован, как он будет выглядеть. Вам визуально вы увидите позднее чуть. Он для чего? Я не надвижу купаться. Вот не знаю, я в детстве купался постоянно, каждый день вырос, меня желание отбило. Даже в бассейне я не купаюсь. Везде куда-то в санаторий и отдыхать я нафиг. Ну не люблю. Я там еще купался в этом бассейне, так как на улице жарко зимой меня заставить не могли туда. Давали бесплатные листочки вот эти, чтобы походить 2 раза в неделю. Я не хожу в бассейны даже. А на реке тем более я не купаюсь. Купаюсь, но очень редко. Так вот, когда совсем жара, река сполоснулся. А душ, даже на улице, когда не сильно жарко, ты в пыли, допустим, на рыбалке побывал или здесь на стройке, взял, ополоснулся тепленькой водичкой, пошел счастливый домой, освежившийся. Или вот здесь вот, допустим, перед весном, ополоснулся и лег спать. Красота, я считаю, он мне пригодится. Но со временем, возможно, построю и не баню. Друзья, что и требовалось доказать, мне не спится. Ночью особо дел много себе не придумаешь. Так как темно и травмоопасно очень работать в темное время суток, я решил сходить до речки. Кое я зачем, соответственно. Не просто же так, я туда пошел гулять. А зачем, я вам сейчас покажу и расскажу. Друзья, вот так, кстати, выглядит светлячок. Чтобы заказать это, сейчас я вам покажу кое-что. Плохо видно его на дерево, но все-таки видно. Такой небольшой жучок. Вот, что мы видим. Светлячок наш светится в темноте. Не знаю, за счет чего у него работает этот хвост, но он светится. Прикольная штука, идешь вечером вот так вот ночью, смотришь, хоп, загорелся. Пошел на берег, друзья, я, чтобы пособирать камни. Крупного камня у нас не найти, но таких насобирать можно. Поменьше, чуть побольше. В общем, мне не особо размер важен. Мне главное, насобирать их можно больше. Каждый день, приходя сюда, в будку, по мере возможности, я буду собирать камни с берега. Приносить их в узбушку. Ведерка номер один с камнями отправлялся в узбушку. С открытыми дверями за полчаса она отопилась уже до 21. Закрывать страшно, потому что здесь было сильно жарко спать. А спать я сегодня все-таки планирую. Друзья, объясняюсь за камни. Зачем они мне сегодня нужны? Ну не сегодня, а в целом. Они мне хорошую службу сыграют зимой, когда я здесь буду ночевать. Дело в том, что у камней очень хорошая теплоотдача. Как вы понимаете, если взять кирпичную печь, когда она нагревается, она очень долго отдает тепло. Соответственно, она сделана из кирпича, а мы будем применять не кирпич, а камень. Сделаем мы следующее. Каждый раз, приходя сюда, я буду по ведру по два приносить камней, по мере возможности, и обсыпать ими печь по кругу. Лучше бы, конечно, были большие облыжники, но таких нет у нас поблизости. Будем использовать то, что есть. Мелкий камень, он будет нагреваться, когда мы готовим печь. Буржуйка в чем плоха? Когда она прогорит, она перестает работать. Абсолютно. То есть, со временем в бушке будет становиться холодно. А когда она будет, печка у нас обложена камнями, камни будут намного дольше отдавать тепло, чем сама буржуйка. Буржуйка не дает тепла, она сразу протопилась, и все, она дальше на минус уже температура идет. Камни же будут сохранять температуру некоторое время в избушке теплой. Первое ведро высыпаем к нашей печке. Друзья, камней придется отпускать много. Примерно, по моим подсчетам, это будет в районе, ну, возможно, где-нибудь 30. Ведер вот таких вот, небольших. Но это того стоит, поверьте мне. Выкопал 4 ямы, на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга. Сейчас надо 4 столба сейчас облака копать. За столбами Митерана темно, сейчас совсем. Из хоробой реки принесу еще ведерко камней. В долине реки поднимается легкий туман, но это далеко не такой туман, какой был на последней вылазке у меня сюда. Кто видел, знает, о чем я говорю. Здесь реально была вата. Два метра друг от друга. Человеки, человеки могли бы друг друга не заметить. Заодно по конец у камней прихватил так же чурочку лишнюю там напиленный. Паскаю по чуть-чуть. Друзья, так как на улице все равно еще довольно темно, но в целом можно заняться поиском довесины подходящей. Но я все равно пока не совсем расстрелую, сейчас схожу, пожалуй, принесу доску, дранку. Она нам все равно пригодится. И этого то, что я принес мало. Доска легкая, но прогибаться сильно. И волокер, чтобы от конца по земле волочиться. Это отъезжается сильно. Друзья, вот находится эта дранка. Выбирай сколько хочешь. Тут можно построить, я не знаю, ничего, только пообшватить такими в виду. Но мне надо найти еще пару таких полубрусочков каких-то. Доска подобного диаметра очень сильно гнется. И очень неудобно таскать. Сейчас я выдерну шнурок. Из своей робы, так сказать, одежды. Он все равно не нужен. С капюшона. И завяжу один, конечно, чтобы было лучше нести. Так куда удобнее будет. Слишком толстые столбики мне не нужны. Что-то типа этого мне подойдет. То есть диаметр 8-10 сантиметров. Топор сегодня я не взял. Не топор, говорю. Топором сегодня я буду все делать, потому что пилу сегодня я решил с собой не брать. Лишний раз жужжать смысла не вижу, потому что пилой как бы сегодня я работаю маловато будет. Все пройдет с топором, я думаю, обойдется. Отрубил от валежника кусок длиной 2,5 метра. Этого подлиними тоже должно хватить. И таких, естественно, мне надо 4 столба под 4 яму. Топором. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Также принес сегодня две березовые доски, которые будут основывать до пола, будут держать основную часть пола. Про которые брусочки, я уж надо взять, взял не брусочки, вот 90 доска, 30-ка березовая, она очень плотная и будет хорошо держать пол. Так как у нас это будет душ, делаем пол. Со щелями, чтобы вода убегала, не застаивалась. Будет из тонких материалов сделано, надеюсь, довольно прочный получится. Будет обсухать довольно быстро. То есть гнить слишком уж сильно не должна. Меня выдержит и это главное. Стопроцентный плюс тонкой доски, это то, что она пилится обычной ножовкой очень быстро. Из-за этого я, наверное, сегодня еще подумал по-хорошему и решил пиву не брать. Еще один огромный плюс такой вот тонкой доски, это то, что ее можно сразу колотить внахлёст по типу рыбьей чешуи и пришиваются вообще малюсенькими гвоздями. В данный момент я использую декоративные гвозди размерами, не знаю, сантиметром, полтора длиной. И это держится, когда последующая доска прижата следующей доской, в конце будет прибито более плотным гвоздем. И не будет это никакой проблем, тоже, я думаю, довольно красиво получается с одной стороны. С другой стороны, если использовать обычные гвозди, не декоративные, это будет стоить дешевле, потому что килограмм гвоздей практически одинаковый в любом виде, какой бы он ни был по размеру. Я про цену имею в виду, если кто не понял. Делаю душ, она сделается, по идее, в мувальник. Ну ладно, есть пидро, ничего страшного, вода есть. Источник воды пока дождь идет у нас поступает. Пришло время перекусить. Думаю, потому что я за горами уже поход домой. Я все-таки колочусь, колочусь, когда увлекешься, пройду забыл, но завтрак сегодня с собой взят. Внутри натоплено, находиться довольно комфортно, тепло. Во-первых, намного теплее, чем на улице. В легкой этой штуке, когда подстоишь, не работаешь, прохладно. А здесь теплее. Во-вторых, комаров тут не кусаются. Не люблю пшикаться лишнего с средством от комаров. А здесь горит спиралью. Не пшикаться не надо, ничем. Чтобы здесь есть момент некий. Лучок из своего огорода сегодня, ну, получается, уже вчера нарвал. Жду, не дружусь, момента, когда на следующий год у меня здесь созреет свежий лучок, когда я буду садить уже его здесь непосредственно. Вот так вот. Вот сейчас, друзья, наступает желание спать. Когда посидишь маленько, еще перекусишь, сразу чувствуется на охоту на боковую. Но часа полтора еще поколочусь и пойду домой. Во-первых, надо. Во-вторых, уже будет невозможно просто находиться здесь. Буду вырубаться тихонько. Душ заканчиваем, потому что кончились маленькие гвозди. Околотить 70 в такую вот фанерку я не вижу смысла. Это пустая отрата гвоздей. Тяжелее, вот он. Сама постройка от веса гвоздей, чем от доски. Что ж, ребятушки, я порядком подустал. Пать охота. Пришла пора идти домой. Что ж, по-поделали сегодня что-то. Я в целом доволен. Если бы я уснул, смог уснуть. А делов я бы поделал бы намного меньше, чем сделал. А так, начал калашматить. Даже вот с этого ракурса не видать. Ну и слава богу. Меньше видно. Лучше мне. Лучше мне. Нормально. Все, что я делаю, я считаю полезным. Любой из вас, хоть и будет говорить, что это фигней я там занимаюсь или нет. Придя сюда, оказать здесь случайно или нет. Будет проводить время с комфортом. И радоваться каждой мелочи. А я тем более. Друзья, оставайтесь людьми. Уважайте чужой труд. Каким бы он ни был. От вас желаю подписки. Доброго комментария. Лайка. Ну и всего подобного. С вами был, как всегда, Юрий Катерин. Спасибо всем, что смотрите. Мне это важно. Если есть для кого снимать, значит это действительно интересно. Всем пока. Увидимся на моем канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.